Здравствуйте, друзья! Продолжаем с вами читать заметки по геостратегии Андрея Юрьевича Школьникова. И сегодня у нас Грузия. Попытка излечения. Раздел геостратегия. Англосаксонские элиты ведут свое происхождение от джентри, сельских кулаков-мироедов, пиратов и торговцев опием. В это легко вериться. Стоит лишь взглянуть на принципы США фининтерна в отношении стран, которые они всегда воспринимали в качестве чужаков. Примером последнего могут служить отпавшие окраины Советской России, которые Запад продолжал рассматривать ее частями, планируя использовать против России и уничтожить в процессе этой борьбы. Все эти страны изначально рассматривались в качестве потенциальных манкуртов, из которых делали психоисторических наркоманов, готовых на все за очередную дозу геополитической ангельской пыли в поддержке Большого Брата. Окраины бывшего СССР получили независимость без борьбы, не представляя, что с ней делать, будучи геополитически незрелыми. Среди них были и те, кто имел конфликт с Россией, завышенные амбиции и желание самоутвердиться. Они стали первой жертвой торговцев психоисторическим опием, что изначально выглядел привлекательным, а после вызывал привыкание и превратился в смертельный яд. Сочувствие, советы, предложения и помощь США и СЛ стиле создавали иллюзию простоты решений. Прибалтика и страны Гуам – это Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия – стали первыми жертвами с доверчивостью и инфантилизмом, шаг за шагом привыкали к яду. Первой формировалась ментальная, культурная, идеологическая, интеллектуальная привязанность, готовность следовать в авангарде Запада. Со временем зависимость переросла в физическую форму, экономика, финансы, торговля и другое. Внешняя и внутренняя политика полностью стала подчиняться одобрению извне, упростилась, стала проступать психопатия. Критическое мышление, конечно же, отключилось, словно организм привык к токсическим эффектам, что ранее беспокоили. В первое время поддержка доставляла радость, но наступило привыкание, потребности выросли. Все, что давал Запад, стало идти лишь на снятие негативных и очень болезненных состояний. Параллельно в этих осколках пошли необратимые патологические изменения общественных и властных институтов, отмирания изнутри. На примере Букраины психоисторическая наркомания просматривалась наиболее ярко и сильно, но такова судьба всех подобных пристрастившихся стран. Потеряв все, включая самих себя, эти осколки СССР должны были самоубиться о Россию, создавать ей проблемы. Сами по себе они не представляют никакого интереса для США, какие бы красивые слова от них не звучали. Грузия была первой жертвой, что прошла практически весь путь в ад, ведомя тремя упырями. Это Гамсахурдия, 1991-1992, Шеварнадзе, 1992-2003 и Саакашвили, 2004-2013 годы. Несколько лет назад складывалось четкое впечатление, что точка невозврата для Сакартвелла пройдена. Шанс на осознание и выздоровление невелик, очень много потеряно и испорчено, мало что осталось от общественных институтов и традиций. Однако продуманная, спокойная, сбалансированная и прогрузинская внешняя политика 2022-2024 годов заставляет взглянуть по-другому. Шаг за шагом руководство в Тбилиси слезает с иглы, избавляясь от психоисторической зависимости от Запада. Проявление и выдавливание из политической жизни вредоносных компраторских западных НКО через присвоение статуса иноагента является символическим шагом борьбы с пагубной зависимостью. Избавление от физической зависимости началось еще раньше, путем фактического восстановления связей с Россией. Говорить о выздоровлении пока не приходится. Даже нельзя точно сказать, стремится Тбилиси вылечиться полностью или просто снижает необходимую дозу, желая вернуть ситуацию, когда поддержка Запада имела реальные материальные черты, приносила пользу и эйфорию, а не минимально купировала ломку. Не будем исключать вариант, что Грузия так торгуется с Западом. Более не хочет быть в авангарде антирусской политики, ничего не получая взамен, выступая в роли штрафного батальона, который бросили вперед и сразу списали в потери. В последние пару лет Грузия действует в логике построения многовекторной прогрузинской политики, максимально подчеркивая свою независимость, ища баланс, демонстрируя волю и нежелание окончательно превратиться в фейлит-стейт. Идет долгая и болезненная попытка вернуть себе немного суверенитета, отданного за бесценок. У нас это проходило в 2008 году, до аналога смелости и фронды 2014 года. Грузия еще далеко, конечно. Происходящее является прямым следствием распада глобальной мерсистемы. Для грузин максимально важно пройти этот путь самостоятельно, чтобы обрести самоуважение, гордость и закалить волю. Запад привык покупать по дешевке долгосрочные смыслы за краткосрочные экономические блага и пустые обещания. Оттого происходящая блокада НКО их бесит еще больше. Вопрос Абхазии и Южной Осетии не является предметом торга. Россия не будет покупать лояльность южного соседа таким образом, но нормализовать экономические отношения и в перспективе помочь им жить вместе, с уважением и по-соседски, выступая в качестве справедливого арбитра, вполне. Среднесрочный выбор Грузии иной – остаться верной Западу и погибнуть окончательно, или отказаться от зависимости, получая шанс сохранить имеющуюся и саму жизнь. И да, по прошествии времени мы узнаем, не была ли резкая остановка воссоединения Южной Осетии с Россией шагом навстречу, чтобы облегчить властям Тбилиси плавный разворот курса, не возбуждая лишних эмоций внутри страны. Вот заметка. Интересно. Спасибо, что слушаете. Пишите ваши комментарии, ставьте лайк, если понравилось.